Сложность оверштага с траплет в том, что мы катаемся на больших крыльях и, как правило, с маленьким кайтом. И этот кайт в положении над нами обеспечивает очень небольшую поддержку, поэтому полностью повиснуть на кайте не получится. И еще одна особенность – большие крылья немножко медленнее в развороте, не очень понятно, как давить. И провернуть такое крыло бывает значительно сложнее, чем крылья, например, средних размеров в районе 800-900. Я катаюсь на крыле 1200, и у меня долгое время не получался стабильный оверштаг. Он иногда получался, но чаще это все-таки заканчивалось падением. Пока я не представил оверштаг как переступание, которое необходимо, конечно, уметь уже делать к этому моменту. То есть вы просто переступаете на доске, должны потренироваться. И затем обвинь 180 из обратной стойки. То есть переступание вы меняете, встаете в обратную стойку, и обвинь 180, когда вы разворачиваете кайт, проводите перед собой депауэр, и разворачиваетесь, делая обвинь в обратной стойке. Этот элемент несложный, и на больших крыльях сделать его достаточно просто. Крылья прокручиваются практически на месте, и даже в слабый ветер, если вы будете сохранять натяжение в стропах, этот элемент достаточно спокойно получается. Вы вращаетесь, делаете запятую и крутите кайтом. Встаете в обратную стойку, разворачиваете кайт, проводя его над собой, и самое главное, развернуть планку, локоть вперед. И тянем кайт, проводя его, наваливаясь грудью на депауэр, и проводя кайт, переводя в обратную сторону. Делаем запятую, если не хватает тяги, вращая кайтом, и едем дальше. А потом попробуйте делать это как одно движение. Сначала меняем стойку, встаем в обратную стойку, и, проехав некоторое расстояние, поднимая кайт, делаем в аппин 180. И у нас получается аверштаг. Первое время, конечно, это движение будет напоминать больше аппин 180, потому что вы крутитесь практически на месте. Но постепенно время между переступанием и вращением можно сокращать. И тогда вы приблизитесь к выполнению обычного аверштага. Ну или, по крайней мере, это так смотрится. Просто страплес и в петлях, когда вы можете вывеситься и контролировать положение доски, удерживая доску за петлей, немного отличаются, на мой взгляд. Меняем стойку, переводим кайт в обратную сторону, разворачивая планку, направляя локоть вперед, чтобы можно было потянуть. Разворачивая кайт, и делаем в аппин 180. Можно помочь себе второй рукой, если вы чувствуете, что кайт не успевает развернуться. Например, как у меня на этом видео, когда ветер был довольно слабый. И разворачиваемся. Если вы попрактиковались и уже чувствуете себя более-менее уверенно в этом движении, пробуем сделать слитно. Начинаем поднимать кайт, направляя его вверх. И в этот момент, когда он над вами, переступаем, меняя стойку. И дальше делаем в аппин 180, который вы уже научились делать. И получается вполне достойный оверштаг. Если получилось сохранить натяжение от строп, то вы поехали. Поднимаем кайт. Разворачиваем планку, локоть вперед, переступаем. И знакомый вам аппин 180. Дотягиваем кайт, направляя его в обратную сторону. И вы поехали. В таком варианте оверштаг строп-лес получается достаточно стабильно. Продолжение следует...